Возможность самовыражения – вот чего ищет современная молодежь. У каждого свои предпочтения в одежде, музыке и искусстве, свои взгляды на жизнь. Все они такие разные, но есть то, что объединяет многих из них. Это «Свежий ветер» – один из самых любимых и долгожданных фестивалей молодежи, недавно прошел в городском Доме культуры. Затем, как на славянском небосклоне зажигаются новые звезды, наблюдали мои коллеги. Любители рэпа, рока, битбокса, брейк-данса, диджеинга, творческая, неформальная молодежь Славянского района. Каждый из них – индивидуальность, и всех их объединяет желание выделиться из толпы, реализовать себя в творчестве, музыке. Для них фестиваль «Свежий ветер» – отличная возможность быть замеченным, получить не только свою порцию внимания, но и побороться за участие в краевом этапе конкурса. В первый раз в фестивале участвует студент филиала Кубанского госуниверситета, а заодно и солист рок-группы «Фор» Владислав Москвитин. Музыкой парень занимается не так давно. На слух научился играть на бас-гитаре, вместе с друзьями по коллективу пишет и поет песни. У Влада есть любимые исполнители, на которых он равняется. И, возможно, в будущем сможет добиться такого же успеха, как и они. Ну, мне нравится Бутусов, группа ДДТ и, наверное, Алиса мне нравится. Мы с надеждой смотрим в завершний день. Будущее, ну, по крайней мере, сегодня мы выступим на «Свежем ветре». Надеемся победить и достойно представить Слайнский район на зональном этапе. В галоконцерте фестиваля приняли участие 50 человек. В номинации рэп-соло выступил Алексей Новак. У него, в отличие от Влада Москвитина, этот фестиваль уже третий. Были победы, поражения. Главное – не сдаваться, считает парень. Писать хорошую музыку и тексты. Стремиться только вперед к цели. В репертуаре Алексея порядка 50 песен, наполненных глубоким смыслом. Родители не выбирают. Мне повезло с ними. Папа и мама – святые для меня сына. Нет никого дороже. Храни их, Боже, они мое все, что есть под кожей. И мне понравилось то, что в рэпе я могу высказать то, о чем в основном люди молчат. И могу высказать это достаточно искренне, через образы какие-либо, в песнях. Пишу в основном, как говорится, про жизнь. Но такие больше философские темы о жизни, о любви, о том, как люди друг друга не понимают. Почти год назад на месте участника фестиваля был лидер рок-группы «Обратный отсчет» и Константин Куролесов. В этом году он один из членов жюри. Как говорит Константин, судить оказалось не менее сложно, чем выступать. Очень волнительно. Невероятно волнительно. Сильно переживаю. Во-первых, потому что сам когда-то находился по ту сторону. И было тяжело воспринимать иногда отказы жюри, иногда неправильно понимали. Ну, нам так казалось. А сейчас я нахожусь с этой стороны. И я боюсь чем-то не обидеть ребят. То есть, в первую очередь, да. Но, тем не менее, все равно адекватно оценивать их выступления. То есть, будучи немножко лояльным, может быть, где-то. На галоконцерте ребята старались выложиться на 100%. Почти все участники завершающего этапа «Свежего ветра» заняли призовые места и будут представлять наш район 18 апреля на зональном этапе в городе Крымске. Герои нашего сюжета «Скиф» и Влад Москвитин из группы «Фор» стали первыми каждый в своей номинации. Рузана Ефремян, Георгий Калинин. Программа «События».